Харе Кришна, дорогие Вайшнавы, пожалуйста, примите мои поклоны. Я сейчас в Майяпуре, сейчас вечер, света нет в комнате, и я вот как-то вот без света, с фонариком, думаю, ну, обещал, значит, надо делать. И сегодня мы, может быть, сейчас свет включат, я не знаю, и будет легче с записью. Вот, и сегодня мы в 8 утра вышли на Парикраму вместе с моим другом Макунда Мурари Прабу с группой преданных, с которой мы вместе путешествуем по светлым местам, то есть до восхода, вернее, так, был восход, то есть утром мы вышли на Парикраму, и вот сейчас, буквально, может быть, 40 минут назад наша программа закончилась, уже вечер, уже 8 час, у 8, и весь день мы провели путешествия по светлым местам, слушая о играх Господа Читаний, о том, о истории жизни Бхактинода Такура, и я до сих пор вот сейчас с большим впечатлением от того, что я услышал, узнал, почему, наконец-то до меня дошло, почему Бхактинода Такура называют седьмым госвами Бриндавана, вообще седьмым госвами, потому как Господь Читаний дал миссию для шести госвами, он попросил их, чтобы они открывали, то есть находили божества, утерянные божества, которые были установлены еще в Аджанабхам, строили храмы, чтобы преданы могли приходить и практиковать там в Раджа Бхакти, а писали книги о Бхакти и учили вайшнау, как вести себя по-вайшнавски. Это были четыре вещи, четыре миссии, шести госвами Бриндавана. И Бхактинод Такур все то же самое сделал в одиночку и сделал это в Новодвитии. Именно вот все наше сознание Кришны, вот то, что мы все узнали о сознании Кришны, что у нас есть Шива Праупада, соответственно, Бхакти Сиданта Сарасвати, все началось с Бхакти-Винода Такура, который возродил вайшна-виду и широко распространил это сознание Кришны, вернул былую силу движения Господа Читания. Именно он открыл эти места, проявил эти места вновь здесь, в Новодвипе, в Майпуре, потому что с тех пор, как Господа Читания оставил проявленные игры в этом мире, закончил проявленные игры в этом мире, Новодвипа была, то есть Ганга изменила свою русскую, и Новодвипа была скрыта от взора людей. И только по милости Бхакти-Винода Такура, вот все, что есть в Новодвипе, места, которые мы посещаем, это все по милости Бхакти-Винода Такура. И я почему начал с этого? Потому что вот мы весь день провели, с восхода и до заката, мы провели Кришна Кадхе, прославляя также Бхакти-Винода Такура, воспевая святые имена, и мне пришло... 2, 3, 17, это очень известный текст, один из моих любимых стихов, и он сразу пришел мне на ум, вот когда мы провели этот день, вот таким, так скажем, по-вайшнавски качественным образом. И этот стих, 2, 3, 17, звучит таким образом. Айур-харань-ти-вай-пум-сам-удьян-астам-чая-да-сау, та-сер-те-ят-кшану-ни-та-ута-маш-слока-вар-та-ян. Ашила Паупада переводит этот текст таким образом. «С каждым восходом и закатом солнца сокращается жизнь любого из нас, за исключением тех, кто все свое время посвящает обсуждению повествования о всеблагонечности Бога». Еще раз. Айур-харань-ти-вай-пум-сам. Прямо как, вот, очень просто переводится. Айур – это значит продолжительность жизни. Харань-ти означает «сокращается», а вай-пум-сам – несомненно, у каждого человека. У каждого человека сокращается жизнь, несомненно. И у-дьян-астам – восход и закат. С каждым восходом и закатом чая-да-сау – с каждым восходом и закатом солнца это происходит. Та-сер-те-ят-кшану-ни-та. Кроме тех, кто использует время на то, чтобы «утама шлока вартая». Мы уже знаем это слово. «утама шлока» – это имя Господа Кришны, которое означает, что его прославляют в прекрасных стихах «утама шлока». И почему в прекрасных стихах? Потому что качества его очень прекрасны. Обычные слова не могут описать его качества, его деяния, его ливы. И на самом деле не только качества самого Кришны достойны прославления, так же и качества и поведения его преданных, достойных прославлений. Потому что преданные в своей жизни проявляют, что вот это качество, что значит любить, бескорыстно любить. И сегодня я слышал одну историю. Микунда Мурари, который нам рассказывал о жизни вакцинод Кокура, когда он уже жил в отречении. Вот для меня было открытием, что оказывается последние 20 лет своей жизни вакцинод Кокура ушел на пенсию, он уже не мог просто продолжать работу. Хотя он был очень-очень успешным, он был на расхвате. И в принципе любой нормальный материалист, он бы пользовался этим положением, чтобы наслаждаться, чтобы почивать на лаврах. То есть это успех просто. Но вакцинод Кокура он уже не мог тратить время и силы свои на то, чтобы исполнять эти обязанности. Уже все. Он говорит, отпустите меня, пожалуйста, отпустите. И вот последние 20 лет он прожил как в отречении. И соответственно, последние годы он уже жил как в бабадже, но 20 лет он был в отречении. И однажды к нему в гости приехали два молодых калькурских джентльмена, англичанина. Они узнали об акцинод Кокуре, о его успешной карьере. Он был супермен того времени. И им было интересно, как этот человек, такой успешный и влиятельный, оставил все это для того, чтобы уединиться и погрузиться в какую-то свою медитацию, в какое-то свое воспевание. И они приехали к акцинод Кокуру, сюда, в Навадрику, когда Бабаджан Токур жил на другом берегу, Джаланги, его дом прямо на этом берегу. С этого места как раз он не видел этот храм, храм, который сейчас строят, значит, на Вайшнаве, Скон. И они приехали на поезде по дороге, пути, они прочитали его книгу о святом имени, где прославлялось могущество святого имени. Было интересно в этом разобраться. И когда они приехали в дом в акцинод Кокуру, он радушно встретил их, хотя он был таким, знаете, решительным, таким, ну, так, не суровым, но строгим человеком на работе, но дома он был очень радушный, гостеприимный и всячески хотел служить тем людям, которые приходили к нему в гости. И он встретил их, усадил их и спросил, пожалуйста, чем я могу вам служить? Они объяснили, что нам интересно узнать, чем вы здесь живете. Вот мы прочитали вашу книгу о святом имени, мы хотим узнать о Шринам Прабу о святом имени. И когда Бхатилан Токур просто услышал, что у них есть интерес у этих людей, которые не следуют никаким принципам, вайшнавским и, ну, просто обычные материалисты, но у них был интерес к святому имени. Одна эта мысль привела Бхатилан Токуру в такой экстаз, что у него слезы просто не то, что хлынули из глаз, а брызнули из глаз. То есть, когда экстатические чувства обладевают преданным, то есть вот эти вот признаки, по которым можно понять сильная такая вот интенсивность эмоций. И один из них это то, что слезы мельются, вот как фонтан, вот брызгают. У него волосы на теле стали дыбом по всему телу, он стал падать в ноги этим материалистам и поклоняться им. И говорит, вы интересуетесь святым именем, вы очень удачливые, я удачный, что вы пришли в мой дом насветили мой дом. И они просто в шоке, они не понимали, как себя вести и как на это реагировать. Потому что Бхатхинат Кокура в этот момент проявлял все признаки Махабхагава, это человек, который не видит недостатков. Один из признаков, что Рукова Слами описывает в Нектаре Наставлении, что нет склонности критиковать других, он вообще не видит недостатки, он просто видит, эти люди интересуются святыми именем. И когда ты слышишь об этом, когда ты читаешь об этом, когда ты соприкасаешься с этой преданностью, Шива Прабхупада говорит об Акценте Кури, что у него были два особых качества. В самом деле, эти качества есть у каждого великого Ващнава, и именно степень продвинуться в сознании Кришны, успеха в сознании Кришны можно измерять этими двумя качествами. Это первое, это искренность. Искренность именно в чистом преданном служении. То есть человеку действительно интересно чистая Бхакти. И Бхактион Такур, даже будучи еще, ну, как бы не проявился он как преданный, но вот эта вот жажда, вот этот интерес в познании Бога, он у него был с самого-самого детства. То есть он был в поиске, вот этот поиск заставлял его не успокаиваться, он искал, как будто он постоянно искал, кому отдать свое сердце. кому предаться. И он был в духовных поисках, он там длинная история, сейчас не буду во все это погружаться, но до тех пор, пока он не познакомился с Господом Читании, с учением Господа Читании, с читанием Чиритамриты, он не мог успокоиться. И только прочитав Читание Чиритамриты, первый раз эта вера появилась в нем. И второй раз, когда он ее прочитал, то он стал Гаудио Вайшнау. И вот это первое качество, его искренность, искренность в чистом предном служении, искренность в познании Бога. Это этот поиск, человек не останавливается, он постоянно ищет, не успокаивается. И вторая вещь, это его решимость, потому что сила, желание проявляется в том, насколько человек готов ради исполнения этого желания что-то делать. И чем больше эта решимость, чем больше эта сила, тем от большего человека отказывается ради своей цели. И когда мы слышим обо всем этом, когда мы соприкасаемся со всем этим, то в этот момент наша жизнь не сокращается. Почему? Каким образом это работает? Почему, когда обычный человек встречает закат, восход и закат, он понимает, он должен понимать, что с каждым восходом и закатом его жизнь сокращается? Очень просто. Потому что, если мы отождествляем себя с этим телом, с этими способностями, которые есть у этого тела, с этими возможностями наслаждаться в этом теле, то каждый день это тело постепенно разрушается. Конечно, когда мы дети, то дети очень переживают, чтобы побыстрее вырасти, для того, чтобы можно было делать все то, что делают взрослые. но в какой-то момент у нас уже страшит каждый день рождения, мы уже переживаем еще один год, столь как быстро течет время и страшно становится, потому что уже что-то там хрустит, понимаете, суставы хрустят, что-то не работает, уже не можешь есть, как раньше, уже что-то вот память отказывает, уже кто-то тебя обходит, ну, там, по развитию, еще что-то такое. И ты понимаешь, что скоро вот этот вот мой, так скажем, датчик, с которым я соприкасаюсь с этим миром, он просто развалится и страшно становится. То есть вот этот вот страх того, что счастье закончится, он начинает постепенно-постепенно обладевать человека. И с каждым восходом и закатом жизнь материалиста подходит к концу и наполняет его страхом. И каждый новый симптом того, что этот конец не за горами, ну, болезни какие-то или какие-то неприятности или что-то еще, ну, как бы, какие-то несчастные случаи, каждая эта вещь наполняет человека страхом, он понимает, чем все кончится. Я не смогу наслаждаться больше в этом мире. Но когда преданные, почему у них жизнь не сокращается, потому что преданные не живут этим телом. Как скажем, что они не, как сказать, не отождествляют свое счастье, свою жизнь с этим телом. Их жизнь это духовное развитие. Смотрите, какая интересная вещь. То есть, жизнь материалиста это жизнь тела, жизнь преданного это жизнь духовная, то есть, его взаимоотношения с Кришной. И каждый раз, когда человек, каждое мгновение, когда человек слушает о Кришне или слушает о преданности Кришне, каждый раз его привязанность к Кришне увеличивается. То есть, каждый раз его вот эта вот сила, его привязанность становится больше, и он чувствует, как он наполняется жизнью. В самом деле, это и есть жизнь. Интересный вот этот опыт, когда, зачем вообще люди ездят в полончество? Именно для того, чтобы попробовать отстраниться от всех забот, которые есть у нас, отстраниться и погрузиться в прямые, прямые анги, Шраванам, Киртанам, поклонения божества. И интересные вещи начинают происходить, особенно в святом месте. Тут это на самом деле легче. Я вот по себе знаю, что даже, еще даже не доехав до Маипура, просто приземлившись, приземлившись в Дели, выйдя в аэропорт, мы там ждали несколько часов, три садца, и мы не спали там всю ночь, но я чувствовал, как мне легче стало повторять мантру. То есть мы еще не доехали до Святых Хамм, но были еще, хотя, ну, Дели, это тоже же бывшие, как это, Индропрастха, это там, где жили пандавы, тоже, можно сказать, какое-то место связанное с предами, уже стало легче. Что говорить про Маипура? Тут, на самом деле, легко практиковать сознание. Поэтому вот этот опыт погружения, он сразу же как бы оживляет духовную жизнь, и человек начинает понимать, что его отношение с Кришной становится ближе. Он реально чувствовать начинает, что Бог рядом, вот я чувствую здесь запах Кришны, я еще не вижу его, я еще не понимаю, но я уже ощущаю, что он рядом со всем, это реальность, это правда, и преданность, это правда, и преданные Госпочитане, вот в этом месте жил Госпочитане, вот здесь жили его преданность, здесь они общались, здесь они пели Киртан, здесь у них была первая Намахата, представляете? Вот это жизнь, то есть каждым днем человек все больше и больше приближается к совершенству, то есть время не убирает, не убивает его, а время приближает его к бессмертию. И вот этот текст 2, 3, 17 как раз и говорит о том, что является главной целью жизни человека. Это, конечно, необычно для материального ума, потому как материальный ум привык, что цель жизни заключается в том, чтобы, ну, как можно больше сделать вещей комфортных для тела. и так настроен, вот так настроен ум, мы когда приехали в Майяпур сюда, ну, вот так спросите, а что вы тут делаете? Ребята, зачем вы сюда приезжаете? Что вы здесь производите? Когда первые ученики Шига Паупады, они не могли понять, зачем Шига Паупада хотел купить место в Майяпуре. И Шига Паупада несколько лет потратил, никак не получалось. 3 года он потратил на то, чтобы это место, ну, купить это место. И в конце концов, Тамал Кришна, Махараджи, вот по приказу Шига Паупады, Шига Паупада сказал, пока не купишь, просто не приезжай. Так по приказу Шига Паупады, все-таки покупая здесь небольшой участок земли, Шига Паупада в великое счастье просто слышит эту новость. И один из учеников Шига Паупада, он специально приехал сюда в Майяпур, посмотреть, что за собственность приобрел из кон, смотрит на это поле здесь, где просто рис растет, и комары бесчисленные. Пучок просто раятся эти комары. Он приезжает в Шига Паупаде и говорит Шигу Паупада, а зачем мы это купили, что мы там будем делать? Шигу Паупада, ну, наругал его. Он сказал, ты думаешь, что если там нет магазинов, там нет кинотеатров, там нечем заняться? На самом деле, мы взяли это место для того, чтобы приезжать туда и петь Харе Кришна. Совсем другой подход, вы понимаете, да? То есть, обычный подход, что цель жизни создавать комфорт для тела, ради этого все живут. А тут, о чем говорят, мудрецы на Мишаране, это как раз их диалог, это они разговаривают все тогда с вами. Они говорят, что человеческая жизнь для того, чтобы развивать свою привязанность к Кришне. Вот это важно, важная такая смена парадигмы. Вот. И как раз в паломничестве это очень ярко можно почувствовать, это можно увидеть в своей жизни, что я оживаю, что-то вечное просыпается во мне. И все, но праупада в комментарии к этому стиху говорит нам о том, что вот эта важная вещь, что нужно слушать. Да, что нужно слушать, и нужно слушать, он говорит о двух вещах, что нужно слушать. Первый момент, что шраванам, когда мы слушаем, каждая секунда нашего шравана, шравана, она накапливается. То есть, на этом пути нет потерь. То есть, это такой, знаете, несгораемый, несгораемый счет. То есть, в материальном мире каждая секунда, она уничтожает тело, соответственно, приближается к смерти и наполняет человека страхом. Но, когда человек слушает Кришне Катху, Утама Шлока, Варта Эля, то есть, проставление Господа или его преданных, то каждая секунда записывается на его вечный счет. И вторая вещь, о которой Шива Павлопада говорит, насчет шравана. Это как бы два вдохновляющих момента, чтобы мы продолжали слушать. Первое, это накапливается и приближается к вечной цели. А второе, что необходимо не просто слушать, но также обдумывать услышанное. Вот мы когда сидели вместе, говорили об Акцинотта Курии, о разных местах в Майяпуре, в какой-то момент мы задали вопрос, это было в йога-питхе как раз, спросили у наших слушателей, а что вы запомнили из того, о чем мы говорили? Потому что часто так бывает, что преданные слушают и они чувствуют, что да, хорошая лекция, здорово вообще. Но если спросить так прямо, а что же там было хорошего, что вы поняли для себя, и тут возникают какие-то нюансы. и мы стали спрашивать, и предали, на самом деле много запомнили, много поняли, и Ашида Прабхупада в комментарии к этому стиху говорит, что нужно прославлять, и прославлять означает также размышлять над тем, что мы слушаем и говорим. Это важная вещь. Итак, этот текст говорит о цели жизни, цели жизни обычного человека насхождение для тела и ума, и каждый восход и закат солнца приводит человека к разрушению, поэтому это печальная вещь, что каждый день мы приближаемся к смерти, к смерти, тогда как тот, кто прославляет Кришну и бахти, и чистых преданных, каждый день приближает его к совершенству. И Шила Прабхупада комментарий к этому стиху говорит, что даже болезнь и старость у обычных людей это просто беспокойство и страх вызывает, но у преданных болезнь и старость приводят только к тому, что он еще больше сосредотачивается на Кришне, еще больше внимания уделяет этой практике. И еще одна вещь я хотел сказать в связи с этим стихом, это то, что есть разные лекции. Это надо понимать, потому что иногда преданные сбиваются с толку, приезжает проповедник и начинает говорить, наша цель жизни это думать о Кришне, предаться ему полностью, как бы занять все в свое время тем, чтобы повторять святые имена. Вот, но как раз это текст об этом, что вот она жизнь какая. И преданные начинают, ой, вот это да, я так не могу, вот у меня не получается. И сразу вопрос, а если у меня не получается, если у меня там то, если у меня все. и вот поймите, что два вида есть, ну, их, наверное, больше этих видов лекций, но вот есть таких два, это то, что, значит, на одних лекциях нам говорят о цели, для того, чтобы утвердить, ради чего вообще гаудио вайшнавы живут, вот что для них очень ценно и важно. И это обязательно должно быть, потому что, если мы не знаем цель, то тогда это просто приведет к тому, что мы никогда этого не достигнем, не когда мы привлечемся чем-то по дороге, как, ну, обычно люди, приходя в духовную организацию, их интересуют все те же самые вещи, ну, какой-то комфорт для тела, и их, они Бога воспринимают как того, кто может помочь им, как-то улетворить свои материальные потребности, в основном так, с такой, с такой, с такой, с такой причиной. И поэтому, когда, если не говорить о высшей цели, ради чего, да, то есть люди возьмут вот то, что быстро достижимо, понятно, и успокоятся. Почему так популярны религии, в которых вот об успехе говорят, успех очень легко воспринимается, у тебя есть хорошие отношения с друзьями, вот наша община, мы друг друга, о друг друге заботимся, вот, если у тебя есть хорошая работа, у тебя все хорошо в семье, ты достиг успеха, вот в этом и есть как бы совершенство жизни, понимаешь, и человеку все понятно, все понятно, я хороший человек, я с Богом, у меня успех, вот он, вот реально могу это пощупать. И, скорее всего, человек на этом остановится, он не будет еще чего-то хотеть, поэтому так важно утвердить, да, и не просто на словах утвердить, а проповедник, носитель этого сознания Кришны должен своим поведением утверждать, как важно полюбить Кришну, как личность, бескорыстная. Но вторая категория лекций, вот теперь вторая категория лекций, это лекция о том, как достичь этой цели, потому что утвердить цель, окей, мы поняли согласно с этим, я хочу идти туда. Но вторая вещь, это то, что надо объяснить человеку, как с того уровня, на котором я нахожусь, а можно идти к этой цели, какие инструменты мне нужно для этого использовать. И опять же, из жизни Бахтинат Кокура мы видим, что он не был ленивым человеком, неудачником, который не знал, как прокормить себя и свою семью, не говорил о каких-то отвлеченных вещах. Нет, он показал пример, он показал пример как раз вот такого совершенного садаки, вот его жизнь можно так рассматривать, как он встретился с приятным, как у него появилась вера, как он стал выполнять свои обязанности. В сознании Кришны очень хорошо он это делал, выполнял свою работу хорошо, он заботился о своей семье, воспитал 14 детей. Я не знаю, у кого есть такого как 14 детей воспитать. Из них один Махабхагавата, луч Вишни, Бахтасиданта Сарасвази. И поэтому, когда вы слушаете лекции, на которые говорят об этой цели, это важная лекция, это важно понимать, но не нужно думать, что мне сейчас сразу же там нужно оказаться, нам нужно мечтать об этих вещах, но чтобы к этим вещам подойти, нужно слушать вторые лекции, вторая категория лекции говорит нам о пути, о том, что как нам с тем, кто еще не очистился от материальных привязанностей, и обрислять себя еще с телом, как нам с этого уровня достичь этой возвышенной цели. И тот и другой вид лекции очень важен для нас. Итак, это был текст, еще раз, это текст из Шима-Бхагаватам, еще раз я прочитаю хороший текст, который говорит о цели жизни, это текст 2, 3, 17. С каждым восходом и закатом солнца сокращается жизнь любого из нас, за исключением тех, кто все свое время посвящает обсуждению повествований о всеглаго личности Бога, я добавил также и о его чистых и повествовании о жизни его чистых премьев. В имени отличных будет. Харе Кришне, спасибо вам большое, надеюсь, что этот стих поможет вам в медитации и принесет вам какое-то благо, вдохновение на сознание Кришны.